полигона, то есть будет он работать, проводится ритм и культивация. На остальные вопросы, заданные нами властям, ответов пока мы не получили. А вот вы как давно это отправляли? Может быть есть регламентный срок предоставления ответов, он еще не истек, а вы уже на детальной обстановке? Вы знаете, есть регламентный срок, действительно, он еще на данный момент не истек, но то, что мы сейчас видим в открытых источниках, я говорю, тендеры, которые проводятся, адресная программа по финансированию, данного полигона, которая расширяется, и мы об этом ничего не знали, то есть как мы к этому должны относиться на данном моменте? Мы должны ждать ответ от власти или получение лицензии, для того, чтобы нам построили что-нибудь рядом, или уже начали захоранивать отходы? Ну, просто вот элементальный вопрос. И можно дать, Наташа, еще маленькое дополнение? Мы на самом деле сомневаемся вообще в законности реконструкции полигона на территории Москвы, потому что переходное положение, о котором сказала Наталья, предусматривает только эксплуатацию объекта. Эксплуатация объекта – понятие определенного в законодательстве. Это деятельность, направленная на, соответственно, операционную деятельность по эксплуатации данного объекта, но ни в коем случае на реконструкцию. Если мы говорим о реконструкции объекта, то мы сразу уходим в Родостроительный кодекс Российской Федерации, который нам говорит, что реконструкция объекта предполагает в том числе создание объекта с другими характеристиками, а это уже фактически новый объект. А закон об отходах производства и потребления нам говорит только об эксплуатации. И для нас это большой открытый вопрос. У нас тоже есть эксперты, экспертизы на эту тему, и есть толкования, которые говорят, что вся воля законодателя, когда он говорил об эксплуатации объекта, была направлена на то, чтобы довершить эту эксплуатацию и дальше закрыть, ликвидировать эти полигоны. А сейчас получается, что воля законодателя не исполняется, и фактически руками чиновников происходит реконструкция объекта, а фактически создание нового объекта, что прямо противоречит федеральному законодательству. Наташа, и можно еще прокомментировать, какие документы мы видели, что мы хотим, чтобы было издано, скажем так, в продолжение этой истории. По документам пока, к сожалению, мы видели достаточно мало документов, все, что мы смогли найти в открытых источниках. А чего мы хотим? Мы видим земли, которые объединяют данный объект. То есть пути есть два. Если это новый объект, на который действует ВЗ-89, статья 12, о том, что невозможно построить объект на московских территориях, присоединенных, либо мы хотим узнать, если эти земли объединили, то должна действовать другая норма. То есть это также 89-я статья, 89-й ФЗ, статья 12, пункт 10, которая говорит нам, что рекультивация там должна проводиться безопасными отходами 5-го класса.